здравствуйте друзья такой вопрос у нас как я отношусь к компьютерным играм а то вот люди там много времени на это тратят и в общем плохо и что тут сказать всякая вещь она может быть доведена до экстрима как вот например быть там с пупсиками которые девочки вот их одевают там в одежке всякие или там барби коробочки не развивает ли это в девочках какую-то мечтательность ожидание принца там и так далее ну то есть можно по-всякому но тут если какая-то норма здравого смысла нарушается но это нехорошо но но где эта норма кто границу установил давайте мы все так как-то из разных ну слоев общества с разными какими-то ценностями и так далее я если уж так совсем философски посмотреть то меня только одно беспокоит в этом когда люди находят возможность погрузиться в какой-то мир в котором не нужно общаться с другими людьми и не нужно уметь с ними общаться вообще если мы посмотрим ну скажем вот есть наука как бы официально которая что-то говорит я не я не настаиваю просто что пишут я значит смотрю и анализирую вот получается такая история что где-то там полмиллиона лет человек вот вот как мы его знаем он как-то вот себе жил и никуда не двигался и только 50 тысяч лет назад вот они смотрят там по археологическим своим находкам скелеты анализируют черепа и вот они говорят 50 тысяч лет назад начал начал развиваться речевой аппарат значит что произошло каждое поколение следующее могло будущему поколению что-то такое уже передавать этот аппарат не развился в один день это время заняло но когда передается значит тогда орудие труда становится более совершенными тогда население планеты потихонечку там из 50 примерно тысяч как она там было много там миллионов лет я здесь сотен тысяч лет она становится больше потому что уже мы можем добыть там какой-то еды потом возникает земледелие там животноводство потом земледелие и возникает письменность то есть способ общения вот не было общения была одна производительность труда было одно население планеты нас чаще находили среди как сказать костей там тигров всяких то есть мы больше жертвы были чем как вид биологический чем например там охотниками на этих тигров а сейчас значит да потом изобретается письменный смотрите следующий уровень общения значит речь выводит человека на какой-то уровень письменная речь выводит на следующий уровень мы теперь можем записать и передать но как они пишут вот они руками там как-то пишут это медленный процесс но все-таки это уже совершенно другое дело и потом смотрите возникает печатное слово и вот с этого момента начинается практически то что мы сегодня называем там научно-техническим прогрессом как только возникла способность печатать книжки распространять знания массовых значит школы и так далее и вот вот мы имеем то что мы сейчас имеем интернет это новый способ общения интернет перевернет мир и уже перевернул точно так же как это когда-то значит сделала книга печатать а до того просто там допустим письменная речь письменность поэтому общение это невероятный фактор в жизни людей мы экономические социально мы общающиеся люди мы социальные существа поэтому если человек теряет навыки теряет способность теряет интерес к общению я считаю что это плохо он себя как бы вырывает из из очень важной части своей жизни но безусловно какие-то вещи меняются ну просто меняются вот допустим когда-то скажем люди умирали от каких-то заболевания сейчас не уже не умирают когда-то допустим не умели выхаживать там я не знаю шестимесячный плод а сейчас умеют сейчас даже намного раньше умеют поэтому очень много есть вещей которые мы говорим боже да как же это можно да мы против природы там и вот ничего пока я не знаю посмотрим вот а как можно с удобрениями там органические неорганические а пестициды и там и еще что то ну вот вот и здесь то же самое то есть может быть может быть ничего страшного такого нет как-то меняется мир меняются люди меняется и в новом меняющемся мире этот чек будет себя полноценно чувствует а в том мире который раньше был он допустим был бы в чем-то ущербным я помню время когда появились калькуляторы электронные вот знаете не было калькуляторов вот весь счет происходил либо в уме либо ну я так мало кто пользовался счетами ну продавщицы в магазинах вот они там кассиры они там на счетах считали не было ничего такого и вдруг появились маленькие калькуляторы они поначалу там четыре действия делали потом там может быть чуть побольше потом они там какие-то же корни стали брать квадратные там него не квадратные логарифмические линейки были вот я забыл совсем для инженерных расчетов и вот и тогда люди говорили дети быть могут потерять навыки устного счета и я думаю что это уже произошло то есть дети безусловно потеряли те навыки устного счета которые были поколение их родителей там и дедушек бабушек я помню когда появились шариковые ручки это все было при мне я был классе боюсь собрать третьем четвертом вдруг появились шариковые ручки а мы до этого писали перьевыми а в первом классе мы вообще писали такими странными макалками значит вот ее в чернильницу макаешь и чернильницы эти не правливашки мы с собой школу приносили и это считалось что без этого не будет хорошего почерка тут нажал побольше там нажал поменьше и вот значит у тебя красивые эти прописи мы писали должны были взять как в прописи и так далее и считалось что как же шариковая ручка ребенок потеряет навыки письма от руки на шариковые ручки поэтому палка о двух концах то ли то ли хорошо то ли плохо но то не нужно хорошо но то ли ничего страшного то ли плохо поэтому я считаю что навык навыки общения они как бы не приходящую ценность имеют другое дело что общение может уйти в общем то в какую-то электронную сферу и мы это видим сегодня в социальных сетях мы это видим сегодня вот даже то что вы видите меня сегодня как не смотрите там youtube это тоже потому что интернет и потому что вот есть такое общение поэтому может быть ничего страшного я даже не знаю это большой бизнес это я хорошо здесь вижу живя в кремниевой долине очень большой бизнес там делается невероятное количество денег и я думаю что происходит это от того что многие дети но или так скажем в разных возрастных категориях многие дети явно злоупотребляют и родителям может быть проще им дать какую-то игрушку чем я не знаю сделать как-то чтобы они читали книжки например но я думаю что в какой-то степени это это смахивает на вот допустим чипсы или там пиццу или какую-то вот дрянь которые люди кушают дети кушают у них ожирение у них какие-то болячки значит вот мне кажется что это тоже самое только ментального плана то есть денежность этого бизнеса она приводит к тому что людям начинают скармливать вот это все знаете поэтому это меня немножко настораживает потому что когда тебе какую-то дрянь скармливают потом очень сложно остановиться знаете очень сложно сегодня запретить там продажу чипсов при том что это совершенно разрушительная вещь для экономики страны для системы здравоохранения и так далее то же самое как допустим вот сейчас но может быть не так очевидно но как бы пишет много что вот молоко не хорошо и но там там много денег и система здравоохранения сама поскольку поскольку там сейчас много денег по сравнению с тем как она раньше была в основном дон профит на там до рейгана до картер туда вот так там сейчас много денег очень сложно их как-то ну привести к общему знаменателю хотя они спозиционированы для злоупотреблений так что вот вот эта часть меня немножко беспокоит а так если вы увлекаетесь играми вы спросите себя вот чего первое не тратите ли слишком много времени за счет чего это происходит в ущерб чему это происходит в принципе вот у нас парень есть илья его видео одно из самых популярных у нас на канале илья который приехал из нью-йорка и там она называется там а жизни нелегала в нью-йорке и вот илья он здоров был с этими играми и приехал к нам его тут за неделю буквально прибрали в какую-то компанию и он там сейчас уже лид полгода прошло он там уже лид я думаю не знаю как интересно бывает вот то есть если мозги у человека на месте никуда не деваются и он чем-то увлекается я я за то чтобы люди увлекались вот одно увлечение может смениться другим но когда еще раз если вы сидите по 10 часов день играете может быть это не очень хорошо если происходит в ущерб каким-то вещам и вы сами это понимаете то наверное нужно где-то себя ограничить счастливо